Привет, Peloton, с вами Z, и сегодня будем смотреть с вами на очень интересный глич с виллспинами, я это увидел сейчас на зарубежном ютюбе, и мне стало очень интересно проверить, работает ли это на ПК, потому что там был геймплей на иксбоксе, и вообще работает ли этот способ, потому что хотфиксов никаких не было за эти дни, видео выгружено 2 дня назад, в теории все должно это работать, но я попытаюсь в этом ролике проверить это, а также оптимизировать этот способ для ПК, так что устраивайтесь поудобнее, берите себе какую-нибудь вкусняшку, наливайте себе чайка, Падайте на диван, ну и мы начинаем, погнали! Итак, как вы помните, мы с вами в прошлом ролике фармили АФК 2.0, так сказать, фарм вышел, мы с вами фармили автоталанты и открывали в не пофикшенных машинах, так скажем, из автоталантов виллспины, сегодня же я хотел бы вам опять напомнить, какие это машины, ну и как фармить, конечно, после этого патча, сверху подсказку вот. Итак, давайте сейчас зайдем в покупку-продажу, в автосалон и сейчас я вам покажу, какие машины нам нужны для этого. Первый из них это Мазда RX 7, давайте ее возьмем в красном цвете, да-да-да. После того, как вы ее купили, опять-таки, модификации тюника, автоталанты, у меня есть не так много очков автоталантов, то есть теперь стоит это все дороже, вот таким способом мы здесь открываем, берем супервиллспин за 14 автоталантов. Вот, следующая машина, которая у нас с вами была тогда в том видео, просто вам напомню, ну, если вы вдруг не помните или забыли, дальше у нас Pontiac Firebird Transamerican GTA 87 года, его мы тоже берем, он стоит еще дешевле, то есть он здесь всего за, получается, 25 тысяч. Итак, опять модификации тюнинга, автоталанты, здесь тоже за 14 автоталантов мы с вами сможем открыть супервиллспин, то есть, опять-таки, тоже 14. Дальше мы переходим в автосалон, опять-таки, и смотрим на следующего нашего клиента, потому что я что-то не назвал в прошлый раз, а это у нас будет Camaro Z28, вот это, за 53 тысячи. Давайте вот таком цвете ее возьму, опять модификации тюнинг, автоталанты, и здесь, как вы видите, тоже за 14 очков автоталантов мы с вами получаем супервиллспин, так что отсюда тоже можно, правда, машина уже 53 тысячи стоит. Ну и последняя машина, которую я вам тогда показывал, был у нас Porsche, это был у нас вот этот Cayman GTS 2015 года, он уже, конечно, 80 стоит, но отсюда мы с вами сможем утащить, давайте вот в таком цвете его, а-ля золотой возьмем. Здесь мы сможем с вами утащить, тут, конечно, побольше чуть автоталантов, нужно будет потратить, да и денег на него, собственно, тоже, но здесь мы сможем с вами утащить отсюда уже призовую игру, по-моему, несколько тысяч опыта, а также кредиты, ну и, само собой, большой супервиллспин. Давайте посмотрим, автоталанты, да, 3 тысячи опыта, нет, кредитов здесь не будет, я все вам наврал, да, это было какой-то другой машины. Давайте я сейчас нафармлю себе таким образом супервиллспинов, ну и мы с вами будем начинать, и, скорее всего, я буду делать, конечно, это через, по-моему, понтяк, да, он самый дешевый, самый будет профитный, если, давайте, я тут поделаю, пока вы посмотрите в таймлапсе это. Все, и тогда будем переходить к способу, потому что для этого нужны будут виллспины большие. Итак, ребят, как вы видите, у меня уже закончились очки автоталантов, я нафармил все, что смог на свои 200, или сколько у меня там было автоталантов изначально, и я сразу бы хотел сказать, что все эти способы фарма, я, конечно, понимаю, что они вам нравятся, и, возможно, вы думаете, что мне тоже, но это не так просто, потому что так неинтересно играть, и если вы этим занимаетесь, то, ну, не знаю даже, что вам сказать, потому что это убивает интерес к игре, и я это делаю лишь только для того, чтобы собрать просмотр, как бы это ни звучало странно, но фарм почему-то собирает столько просмотров, всем вам почему-то это нравится, поэтому мое дело показать способ, а вы уже решаете, пользоваться вам или нет такими вещами, потому что я лично, опять-таки, считаю, что это убивает реальный интерес к игре. Ладно, хорошо, допустим, мы с вами открыли, там у нас должно было скопиться достаточно вилл спинов, поэтому мы выходим с вами из гаража. Что мы с вами дальше делаем? Для начала я отключаю радио, потому что оно меня раздражает, потом мы с вами заходим вот сюда, в этот раздел, давайте побыруем, и я с вами открою эти призовые игры маленькие, и покажу вам, собственно говоря, наверное, в чем уже способ этот заключается. Так, теперь мы переходим именно вот в этот раздел с призовыми супер играми, и сейчас я буду пробовать, это даже не то, что я вам показываю, я хочу попробовать на камеру, работает ли этот способ на ПК или нет, потому что на Xbox можно сделать то же самое, давайте сейчас посмотрим, попробуем. Так, нам нужно, если что, либо легендарную машину выбить, так, у нас не получилось, давайте еще раз. У нас 15 вилл спинов, чтобы выбить либо легендарную машину, либо Forza Edition машину. Отлично, это просто то, что нам нужно. Смотрите, что мы с вами делаем. Итак, ребят, как я понял, я сейчас досмотрел еще раз глич, я понял, что нам с вами нужно сейчас сделать вот так, когда у нас появилась вот эта машина. Давайте просто нажимаем Windows и вот здесь нажимаем закрыть. В чем прикол такого способа, насколько я понял? Давайте посмотрим, просто когда вы так делаете, у вас должно сохраняться количество супер вилл спинов, которое было, а у нас должно было быть, по-моему, 13 штук или что-то вроде этого. И при этом редкость машин, которые вам дальше будет выпадать, то есть если у нас сейчас Forza Edition машина выпала, то нам и дальше должны выпадать Forza Edition машины. Сейчас мы это с вами проверим. Итак, вот я зашел в игру, еще раз, как это должно работать? Мы должны выходить вот такой момент из игры, когда вам выпадает эта машина. В следующий раз, когда мы с вами сейчас будем открывать этот вилл спин, мы с вами должны будем увидеть то же самое количество вилл спинов, которое у нас было, а также такая же машина, то есть Forza Edition машина нам должна выпасть. Сейчас посмотрим, давайте. И правда 13. И сейчас нам должно выпасть опять Forza Edition. Да! И выпадает Forza Edition машина. Что мы дальше с вами делаем? Опять выходим вот так вот, вот таким образом из игры. Закрываем. Так, ребята, сейчас бы мне хотелось посмотреть, добавились ли мне эти ламборгини в гараж. Если да, то это вообще просто имба. Так, ребята, я тут пока разбирался, я понял такую вещь, что не сохраняются эти машины. Так что, когда вам выпадает то, что вам нужно... Давайте сейчас еще раз попробуем. Здесь должен нам выпасть корвет. Да. Смотрите, нам выпадает корвет, и мы должны его будем отправить в гараж, потому что по-другому никак. Да, ну, у меня он как бы есть, но именно вам нужно, чтобы выбить эту машину, отправить ее вот так в гараж. Дальше, получается, продать за 250 тысяч, и, следовательно, получается, продаем тоже. И я не знаю сейчас, что будет, то есть, выпадет ли нам Forza Edition машина. Нет, нам не выпадает Forza Edition машина. Но, я бы хотел попробовать еще раз, дабы у нас выпала еще одна Forza Edition машина. Поэтому, ребят, я чуть-чуть подразобрался, и здесь нужно будет вам отправить гараж. То есть, в принципе, глич-то рабочий. Просто автор, когда делал его, нам понял тебя. Короче, я профукал две Forza Edition Lamborghini, но ладно, допустим. Я теперь очень хочу, чтобы нам Forza Edition машина выпала, потому что, ну, уж очень имбово это. Теперь она нам хрен выпадет. Ладно, у нас целых 8 игр, еще очень надеюсь, что нам что-то выпадет. Если не выпадет, вы поняли, как это работает, очень надеюсь. То есть, выходите из игры, и если вам выпала та тачка, ну, которую, как бы, ну, вы поняли. Если у вас уже есть, то вы ее именно добавляете к себе в гараж. JPLis, извини, ты больше не такой всем нужный, к сожалению. Да. Что-то у меня чувство, что нам больше уже ничего не выпадет. Я бы предложил вам делать так с легендарными машинами. Да. А также с машинами, которые Forza Edition. Я очень надеюсь, все-таки, что вы поняли. К сожалению, на моем примере вы можете понять, что, как это работает. Для этого я, собственно говоря, все это и делаю. Вот. А дальше уже дело за вами. То есть, я бы советовал вам либо с деньгами, где вот выпадает самое большое количество денег. Либо с легендарными машинами, либо с Forza Edition машинами. И именно их забирать нужно, ребят, как мы с вами поняли. Да. Такие себе дела. Ну, что ж, Пелотон, ну, а на сегодня у меня все. Вы поняли, как пользоваться этим способом. Главное, я рассказал, оптимизировал его для вас, для АПК. Так что ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Скоро будет много интересных видео. И до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok